По словам вице-премьера Александра Новака, временный запрет на экспорт бензина и дизеля помогли насытить внутренний рынок и повлияли на цены. На особом контроле специалисты держат ситуацию с топливом для сельхозтоваропроизводителей. Антимонопольная служба провела ряд проверок деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС. Возбуждено несколько дел по признакам завышения цен. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16,21%. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6300 рублей за тонну по стране. Это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации. На прошлой неделе был принят новый пакет мер, среди которых поправки в налоговый кодекс и увеличение размера компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке, снятие ограничений на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты, по трубопроводам и запрет серого экспорта.